Гений из глубинки Конечно, порыв заглох. Озарение растаяло вслед за снегом, гвардейщина затянуло. Моденько ничего не писал, хоть и заглядывал на маховую. Композитор вначале тряс его, что принесли, но потом отступился. Что ж, юнец оказался пустоцветом. Бывает. 3 февраля 1857 года в Берлине умер Глинка. Доргомышский скорбел, моденько так головой покачал из вежливости. Трудно горевать о человеке, которого не знал, да и сделанного им не слышал толком. Дежурства, парады, невзгоды мелкие, фортепьянство на гулянках. В новые чин не производят, наград не дают и не за что, впрочем. Ничего, лет через двадцать вползу в полковники. При дворе заметят, женюсь на десятки тысяч душ. Помру уважаемым, солидным, никчемным. Могло так быть? Или судьба все равно бы настигла? Вырвалась бы музыка наружу, не случись то, о чем сейчас пойдет речь. Иначе говоря, бытие определяет сознание. Или наоборот? Спустя год, в конце восемьсот пятьдесят седьмого, Доргомышский сказал ему. Вы хотели уроков сочинения? Если сей предмет вас еще занимает, могу кое с кем познакомить. Вообще-то, Моденькины намерения иссякли, но отказать неловко было. Зовут его диковинно, Милий. Милейший господин. Пады калембур сельвупля. Без каламборов, пожалуйста. Милий Балакирев. Он из Нижнего, но музыкантище отменный, как ни странно. Есть у столичных спесь к провинции. Чего греха таить. Музыкантище прибыл вскоре, бородатый до неясности возраста. Хозяин тотчас усадил его к роялю. Милий Алексеевич, зная ваш дар бескрайний, я бы хотел, если не возражаете. Хоть чего же, одобрил волжанин, слегка надавливая на О. Он выглядел совершенно спокойным, хотя виды Доргомышского сулил подвох. Я тут раздобыл третью симфонию Шумана. Не могли бы вы нам ее показать? В глазах Балакирева сверкнула одержимость. Давайте, я этих нот еще не видел. Хозяин принес солидный фолиант. Модест впервые узрел вблизи оркестровую партитуру. От строчек рябило в глазах. Вначале некоторых вместо скрипичного или басового ключа червячки свивались. Надо же, целый мир запрятан в страницу. Голос оркестра чудился моденьким дыханием исполинского существа. Может, даже Бога. Умом он знал. Много фрачных мужчин равнодушно дудят свои партии. Это их ремесло. Но не верилось. Потоки, волны, вихри звуков, несомненно, вырываются из чьей-то груди. Их невозможно разъять. Мистика грозная есть в оркестровых вздохах. Однако, каким образом гость будет показывать? А он преспокойно заиграл, будто перед ним обычные фортепианные ноты. Врет, выдумывает. Не похоже. Слишком слаженно выходит, так не наврешь. Да еще ухитряется придавать роялю разные тембры, словно вправду оркестр звучит. КОНЕЦ Моденько, признаться, устал от тяжеловесного пафоса этой музыки, где мелодии кусками мелькают, не разрастаясь в длинную волну. На третьей минуте ему подумалось, что и формы тут нет никакой. После любой фразы можно замолчать, и никто ущерба не почует. Но вправе ли он судить? Длилось сие, однако, еще минут пять, и ничего нового не происходило. Как вы это делаете? Каждый раз поражаюсь, развел руками Драгомышский, когда первая часть, наконец, истякла. Милей, вы, кажется, ищете уроков. Вот этот молодой человек желает с вами познакомиться. Нижегородец пронзительно глянул и пожал Моденькину руку. Если вам удобно, приходите завтра ко мне. Канава, у Харламова моста, дом Каменецкого. Прелюбопытный субъект, думал Модест, возвращаясь домой. Не очень-то мне это надо, но пообщаться занятно будет. Интересно, сколько он заломит за уроки. Провинциалов, решивших любой ценой покорить столицу, в СССР называли Лемитои. Милей Балакирев родился 21 год назад. Дворянин, конечно, роду даже Боярского. Но у дворян, небогатых из глубинки, о столице могла быть лишь такая мечта. Скажите там всем вельможам разным, что вот живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. И все покорение. Однако Милей оказался вундеркиндом, освоил виртуозный пианизм, легко запоминал чужие крупные пьесы, начал сочинять сам. Это шанс. На диковинку и столице падки. Впрочем, одаренность и труд сами по себе не дают внешнего успеха. Шедевры твои сгниют в столе. Нужно кое-что сверх. Парню повезло. Его пригорел Александр Улыбышев, нижегородский феодал и музыковед. Чуть не первым в мире всерьез изучивший Моцарта, написав в 843-м его новую биографию. По-французски. Русский перевод работы Модеста Чайковского вышел лишь в 890-м. До того дворяне родным языком пользовались неохотно. Чтобы не утомлять себя выездом на концерты, Улыбышев держал собственный оркестр. Удобно, скромно, практично. Балакирев им дирижировал, а это лучшая школа инструментовки. В 855-м феодал привез его в столицу и в музыканский бомонд ввел, включая Глинку и Доргомышского. Было б телевидение, он бы и эфиры проплатил. Бескорыстно пиарил или что-то от Милия имел? Не знаю. Глинка дал провинциалу уроки сочинения и даже подарил записанную в Испании тему. Сноска. Ведь Глинка долго жил там и даже создал испанский симфонизм. Первый тамошний серьезный композитор, Альбенис, родится в 860-м году. А крупный испанский деятель, сравнимый по масштабу с Глинкой или Балакиревым, Мануэль де Фалья, явится на свет лишь в 76-м. Так что судьба свела Модеста с восходящей звездой. Из открытого письма Улыбышева музыкальному критику Ростиславу. Сноска. Псевдоним Феофила Толстого. Критика туповатого и реакционного. Это письмо опубликовали в газете. Раскрутка шла полным ходом. Письмо 854-го года. Не спрашивайте, как и где он, не бывавший ни в Москве, ни в Петербурге, выучился музыке. Заезжие пианисты, которые давали здесь концерты, были его учителями, сами того не зная. Всматривался, прислушивался и узнавал. С девятого года он играл уже замечательным образом. Теперь он играет как виртуоз, и этим не ограничиваются удивительные музыкальные его способности. Во-первых, ему стоит прослушать один раз большую пьесу, исполненную оркестром, чтобы передать ее без нот, во всей точности на фортепиано. Во-вторых, читает он алирове, то есть с листа, всякую музыку и, аккомпанируя пению, переводит тотчас арию в другой тон, какой угодно. Когда я попросил его разыграть симфонии Бетховена, он потребовал партитур, из которых и извлек все нужное для исполнения, разбирая в одно время 25-линейных строк истинно по-профессорски. Наконец, Балакрив обладает решительным талантом как сочинитель, хотя он изучал композицию не систематически и не знает ее вполне, то есть не проходил еще теории двойного контрапункта и фугии. Конец цитаты. Удивительно. В композиторстве видели лестницу познаний, на которую взбираться надо, но в России ни одно учебное заведение туда не вело. Подход управителя колонии. Зачем тут свои специалисты? Если белый хозяин на Западе сочтет нужным, пришлет. В том суть Романовых. Академия художеств работала уже с 757-го, возразят мне. Верно. Знаете почему? Парадный портрет и надгробие нужны каждому аристократу. Для балла же сгодится и импортный музон. Впрочем, и в музыке. От Запада мы отстали ненамного. Парижская консерватория. Сноска. Название это явилось раньше, но сперва означалось «сиротский приют». Парижская консерватория открылась в 795-м, Венская в 823-м, Лейпцигская в 842-м. Без корочек чудно обошлись Бах, Гендель, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Лист, Шуман, Мендельсон, Вагнер, Брамс, Верди и т.д. и т.п. Поневоле задумаешься, так ли уж необходим диплом в творческой профессии. На завтра моденько отыскал дом Каменецкого У широко излученной Екатерининского канала Близ Николы. Обычные, 4 желтеньких этажа, минимум украшений, подворотня. Мне, автору, этот дом хорошо известен. Я перед ним в детстве тополиный пух поджигал. Ведь его современный адрес – канал Грибоедова 116, а я хожу домой через подворотню номер 118. В детстве композиторы были мне до фени, а сейчас я с некоторым волнением стараюсь разглядеть сквозь толщу лет идущих вот тут моих персонажей – пацанов 20-летних титанов. «Вы намерены сочинять, Модест?» Петрович уточнил Балакирев, кратко обсудив погоду. «В таком случае у вас наверняка имеются готовые опыты. Благоволите произвести». Не вдруг поняв смысл фразы, Модест исполнил звездочку и свою единственную фортепианную новинку «Сувенир д'энфанс» – воспоминания детства. Пьесу немногим лучше под прапорщика, но с замахом на трагизм в виде уменьшенных септаккордов. По пьесе этой детство моди было диккинсовским, что едва ли правда. Есть там и красивые обрывки мелодии, почему-то в ладу японской пентатоники, в единую мысль склеенные плохо. В глубине души автор это понимал, потому та же беда в симфонии Шумана так царапнула вчера его уши. У других нас коробят наши собственные недостатки. А еще в конце сувенира звучит мотив прогноза погоды из советского телевидения, он же Манчестер и Ливерпуль. Украл композитор Андре Попп у Модеста или случайно совпало? Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Я отвечу, технически никак нет таких весов. Оттого нам и впаривают черные квадраты. Но если у вас развито художественное чутье, вы меня уже поняли. А почему в любом сословии? Крестьян было 90%, однако все науки и искусство двигали дворяне. Значит, они не в пример талантливее. Да, хмыкну я. Кто позволил бы крестьянину раскрутиться? Вот в СССР социальные лифты включились и расцвели сотни творцов от сахи и от станка. Представьте, сколь мощной была бы русская культура, не зажимая веками западническая элита творчества крестьян. Какая элита? Да романовы. Но вернемся в квартиру Милия. Чтобы ближе представить вам Кьюи, добавлю, он только что окончил Николаевскую инженерную академию, что размещалось в Михайловском замке, где полувеком раньше англичане убили императора Павла за попытку мешать их мировому господству. Теперь Кьюи в этой академии преподавал. Кстати, 14 лет назад из нее, сноска если быть точным, тогда заведение называлось главным инженерным училищем. Из нее выпустился подпоручик Федор Достоевский, чей роман «Бедные люди» вскоре прогремел на всю Россию. Но потом юного автора не насмерть казнили за подпольщину. А в этом году, в 857-м, его помиловали, однако пока держали за Уралом. Это так, чтоб чувствовать исторический контекст. Балакарев устал от патологоанатомических иссечений, и разочек они с Модестом прогнали Манфреда целиком. КОНЕЦ Ярких мелодий нет. Моденько теперь встречал их с подозрением. Драгомышеский повлиял. Но и взамен ничего не появилось. Много истеричных вскриков и повторов назойливых. Кусок прозвучал и тут же сызнова. Зачем? Шума много, но ощущение, что музыка топчется на месте. Не испытал юноша восторга, но теперь сам себе не верил. Может, впрямь его вкус италийцами испорчен. Интересно, как она в оркестре звучит? Милий Алексеевич, у вас есть какая-нибудь партитура? Глянуть бы, спросил Модест. Вчера он так и не подержал в руках симфоноты, а почему-то тянуло. Балакирев небрежно бросил. Моя вас устроит. И вытащил рукопись у вертюры на тему испанского марша. Тема та самая, Глинкинский дар. Моденьки неловко было воскликнуть. Как вы для оркестра пишете? Но зауважал он Милия безгранично. На что и был расчет. В глазах ученика цену себе набить первое дело. Я показал Мавров, изгнанных испанской инквизицией, добавил педагог. Здесь сами мавры, потому мотив восточный. Вот тут монахи поют, а это разгорается пламя костров. Да разве ж можно всю эту музыку изобразить? Не мне судить, насколько удалось, потупился автор ради приличия. Но в интонации сквозило. Это кто ж меня судить посмеет? И посвятил в таинство. Сверху деревянные духовые, тут медь, снизу струнные. Подробно инструментами после займемся. Ими тоже? Моденько в восторге тотчас забежал вперед. Что это за червяк? Альтовый ключ. Специально для альтов. Ну, такие большие скрипки. Пояснил Милия и незаметно переглянулся с Ки. Моденько же приметил совсем уж дикую странность. Мэ пуркуа, но почему у всех в ключе бемоль, а вот тут диез? Потому, что это бэйные кларнеты. Ну, то есть инбэ. Строй у них такой. Написано до, а звучит си бемоль. Понятно. Модест был в смятении. Не музыкантам поясню. Некоторые инструменты звучат не так, как записаны и называются транспонирующими. Когда-то в этом был смысл, сейчас лишь традиция. Вот что, Модест Петрович, это позже. А сейчас вам надо писать сонату, подытожил учитель. Постепенности он не страдал. Задать бы для начала вальсок, этюдик. Нет, сразу сонату. Ученик опешил. А как? Ну, форму мы нынче разбирали. Все сонаты сделаны вроде Манфреда. Темы, их перемол, повтор. Детали в другой раз. А вы пока тему сочините. Мелодию? Желательно с аккомпанементом. А, хорошо, Миле Алексеевич, попытаюсь. Только у меня рояля дома нет. Не могли бы вы помочь выбрать? Когда он ушел, Кюи вздохнул сочувственно. Ученичок же вам попался. Да уж. Из письма Мусоргского Балакиреву. 17 декабря 1957. Прекраснейший, Миле Алексеевич, сегодня, слава богу, решилась учесть так давно желанного рояля. Завтра достойнейший Беккер переселит его к нам. Я вам должен быть тысяча раз благодарен за прекрасный выбор. Ля машина их паркменсмон солиды. Машина совершенно прочная. Я сегодня так хватил по этой машине, что у меня в кончиках пальцев началась какая-то жгучая острая боль. Точно мурашки заходили. А машина ничего, хоть бы одна струна зазвенела. К четвергу припас вторую симфонию Бетховена. Сноска. Модест переиграл тогда всю классику. С комментариями Балакирева относительно формы, гармонии, инструментовки и т.д. Школа неоценимая. К четвергу припас вторую симфонию Бетховена. И ей это суждено будет обновить инструмент. Продолжение следует. Продолжение следует.